Ребята, всем привет! Сегодня весь выпуск я хочу посвятить скакалке, потому что более удобного и доступного инвентаря, спортивного, я не знаю. Причем скакалку не нужно недооценивать. Она одинаково сильно порет и тех, кто давно уже с ней знаком, и тот, кто только на нее стал учиться прыгать. В вопросе снижения веса и повышения общей выносливости эффективность скакалки сложно переоценить. Не зря же все боксеры гоняют вес в основном на скакалке. Я сам занимался в свое время боксом, и мы прыгали через трос скакалки очень и очень много. Использовали разнообразные прыжки, разнообразные движения, дабы не было скучно. Сегодня я постараюсь вспомнить те элементы, которые мы выполняли на тренировках, поэтому в следующий раз, когда вы подойдете к доске и будет написанная разминка 7 минут прыжки на скакалке, вам точно будет чем заняться. Если же вы тренируетесь дома, вы с помощью этого видео сможете себе построить замечательную часовую кардиотренировку. Также я хочу сегодня поделиться основными рекомендациями, которые помогут вам прыгать более продуктивно и более интересно. Первый мой совет, ребята, подберите непосредственно для себя и подгоните под себя скакалку. Скакалки бывают разные. Разное качество выполнения троса, рукояди. Рукояди могут быть более тяжелые, более легкие. И когда ко мне подходят, спрашивают, Игорь, скажи, эта скакалка хорошая или плохая, я не могу ответить, хорошая она или плохая, только потому, что у меня скакалка своя. Я на ней уже прыгаю на протяжении четырех лет. И любую скакалку, какую я не беру в руки, она уже другая. И мне на ней прыгать неудобно. Моя скакалка изрядно уже поизносилась, потому что я всегда таскаю ее с собой в сумке. Но у меня дома лежит точно такая же новенькая скакалка, ждет своей очереди. Скакалка, это в принципе, я к ним отношусь точно так же, как к зубным щеткам. У каждого спортсмена должна быть своя скакалка, подогнана по его росту, по его размаху рук и так далее. Стандарт примерно такой. Ваша скакалка должна доходить до середины груди. У меня немножечко больше, потому что я знаю, что когда я забиваюсь на подтягиваниях, либо на каких-либо других движениях, у меня руки больше расходятся в сторону. И в случае, если я трос укорочу, я буду цепляться за носки во время двойных прыжков на скакалке, которые так часто используются в кроссфите. Второй мой совет, ребята, старайтесь прыгать максимально экономно. Расслабьтесь на скакалке, не нужно напрягаться, не нужно вращать руки по большой амплитуде, использовать слишком сильно локти. Работает только кисть. Приучите кисть к быстрой и синхронной работе. Это очень важно. Третий мой совет, ребята, учитесь прыгать на скакалке перед зеркалом. Вы сразу сможете оценить, верно ли вы разместили руки. Может быть, одна выше, другая ниже. Может быть, они слишком вперед вышли или слишком назад. Вы сразу посмотрите, как работают у вас ноги. И вы сможете оценить, как летит трос. Если у вас пик троса ровно над головой, значит, у вас и руки симметрично находятся, и скорость вращения кистей примерно одинаковая. Потому что если вы вращаете кисть одну быстрее, другую медленнее, они у вас не синхронизированы, соответственно, петля будет изгибаться, и вы за одну ногу будете постоянно цепляться. Четвертая моя рекомендация, ребята, прыгайте на носках. Не нужно становиться на полную стопу. На полной стопе вы много не напрыгаете. Пятый совет. Дышите во время комплекса и слушайте, как свистит скакалка. Свист скакалки, удар ее о пол, это главный, скажем так, момент, который позволяет работать в ритме. У каждого прыжка на скакалке, у каждой техники прыжка на скакалке есть свой бит определенный. Если вы слышите, как работает скакалка, вы всегда сможете работать на ней достаточно эффективно. И опять же, не запирайте дыхание. Если вы начнете на ней задыхаться, будет расти пульс, вы начнете закисляться, у вас будут закисляться плечи, руки, и расти будет напряжение. Из-за роста напряжения вы будете чаще спиваться. Сегодня я буду работать по следующей схеме. 45 секунд я буду прыгать на скакалке одно движение, 15 секунд отдыхать, и потом прыгать следующее упражнение. Если же вы достаточно хорошо уже прыгаете на скакалке, и даже двойные прыжки на скакалке для вас не представляют сложности, Я хочу вам бросить небольшой вызов Попробуйте прыгнуть Двойные прыжки на скакалке, но только на одной ноге Задача эта не из легких Уж поверьте А на сегодня все, надеюсь видео было для вас полезным До новых встреч, пока-пока 90 минут, скакалка мата, скакалка мата